Рабочая бригада Анатолия Майорова уже несколько лет колесит по районам области. Делают дороги деревень и сел светлыми. Так и проезжающим водителям гораздо проще ориентироваться на местности, и пешеходы чувствуют себя безопаснее. Работали в Сурском районе, в Барышевском районе. За прошлый год мы зашли в Старомайнинский район, где мы сейчас живем. Освещали село Жедяевка, Матвеевка, Шмелевка. В этом году зашли на Красную реку, тоже освещение транзитного участка дорог. Красная река, Новиковка. В Красной реке поставили и запетонировали 62 опоры. Далее сделали крепление и установили сами светильники. Смонтировали линейную арматуру, чтобы повесить провода. А дальше пусконаладочные работы и запуск. Бригада работает в составе 5 человек. Все работы будут выполнены в срок. Последние штрихи остались и в рабочем поселке Теренга. На 5 километрах также смонтировали опоры, кронштейны, энергосберегающие светодиодные светильники и провода. Касается трех улиц. Это улица Ульяновская с переходом на улицу Заречный и с улицы Заречный. А с переходом на улицу Куйбышева до окончания рабочего поселка Теренга. Качественное освещение дорог – одна из самых эффективных мер, снижающих аварийность. В этом сезоне осветят 9 участков транзитных дорог. Кроме уже упомянутых, это также рабочие поселки Базарный Сызган, Вишкаема и Новоспаское. А также села Вишкаема, Новый Мастяк и Полдомасово. Этой программой уже с 2019 года в рамках старта национального проекта «Безопасные и качественные дороги» уже около 200 километров мы оборудовали электроосвещением наших транзитных участков автомобильных дорог. В этом году мы предусмотрели еще 20 километров. Завершить обновление планируется до конца сентября. Также для повышения безопасности дорожного движения на региональных автодорогах устанавливают барьерные ограждения, дополнительные дорожные знаки и светофоры. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, Улправда ТВ.